Всем привет! Я Ирина Генкина, ваш гид по Сиднею. И сегодня я приглашаю вас на вечернюю прогулку, полюбоваться световыми инсталляциями, раскрасившие зимний город. Во время трехнедельной феерии красок и света с 27 мая по 18 июня каждую ночь главные достопримечательности города превращаются в яркие арт-объекты. Самым главным объектом фестивале света «Яркий Сидней» всегда был и остается Сиднейский оперный театр. Вот с него я обычно и начинаю. Итак, Сидней возвращается к своей обычной размеренной жизни, когда сезонные мероприятия сменяют друг друга и ранние зимние вечера расцвечены радужными огнями, которые дают ощущение праздника. Первый фестиваль ограничивался только территорией прилегающей круговой набережной. Постепенно разные районы стали подключаться к фестивалю. Так, за все время проведения самым грандиозным был вивец Сидней 16-го года, когда присоединились королевские ботанические сады и зоопарк Таронга в честь празднования своих столетий. По словам основателей фестиваля, они изначально хотели сделать искусство доступным для всех, независимо от происхождения и образования. Но, судя по тенденции, смысловая нагрузка инсталляции уходит за предельные высоты понимания. А нам остается лишь оценивать это в бинарной системе – нравится, не нравится. Это немного грустно, так как фестиваль становится все более знаменитым и хотелось бы видеть простоту замысла в более высоком и красивом исполнении. В 2018 году фестиваль «Света яркий Сидней» отпраздновал свое десятилетие, и в этом году фестиваль проходит 12-й раз. Из-за пандемии два года его не было, хотя в 2020 году фестиваль хотели провести в августе на исходе австралийской зимы. «Света яркий Сидней» «Света яркий Сидней» «Света яркий Сидней» Центральный вокзал впервые стал частью вид Сидней. В этом году со световыми проекциями, инсталляциями и музыкальными мероприятиями. Интересно, что тропа Света следует старой товарной линии. Эта линия, отвесляющаяся от центрального вокзала, была частью грузовой железной дороги XIX века, которая шла из района Даллинш-Хилл в город. Линия закрылась в 1984 году. Идя по тропе Света, обратите внимание на здание доктора Чао Чакаванга. Это корпус Сиднейского технологического университета, которое напоминает скомканный бумажный пакет. Освещенные окна, меняющие цвет, подчеркивают смятую кирпичную форму здания. Скульптурные инсталляции, изображающие стаю сиднейских птиц, сопровождают всю тропу Света. Это приключение, наблюдение за птицами, подчеркивает разнообразие навыки выживания пернатых друзей Большого Сиднея. В этом году бевиц Сидней раскрывают душу Сиднея через творчество, любопытство и перемены. Сердцем и окончанием осмотра световых шоу-фестиваля, конечно же, будет район Дарлинг-Харбор. Место проведения крупнейшего водно-светового шоу, когда-либо виденного в истории Австралии, созданного специально для ВИВИД Сидней. Организаторы ВИВИД Сидней из года в год стремятся объединить и вдохновить людей, создавая яркую и динамичную среду для общения. Фестиваль передает искусство в руки публики, даря гостям мероприятия грандиозный праздник художественных и технических инноваций. ВИВИД Сидней – это ежегодный фестиваль, который зажигает душу нашего города творческим блеском. Он стремится рассказать историю города Гавани за пределами икон, городских легенд, секретных мест и видений будущего.